Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый Борис Сергеевич, уважаемые коллеги. Вашему вниманию я хочу представить сообщение, которое, его актуальность возникла в связи с тем, что достаточно часто встречающиеся проблемы, литературные данные, которые мы посмотрели по этой проблематике, они разнородные, непротиворечивые, их нельзя назвать противоречивыми, но они достаточно разнородные. И тем не менее, есть достаточно реальные подходы, четкие критерии, которые позволяют нам контролировать такого рода проявления при использовании лекарственных препаратов пациентов в случае возникновения вовлечения периферической нервной системы. В качестве вступления полинаэропатия – это множественное поражение периферических нервов, имеющих различную теологию, и не только использование цитостатиков, либо других лекарственных препаратов приводит к возникновению подобного рода состояния, проявляется клинически периферическими двигательными расстройствами, проявляется периферическими расстройствами чувствительности. Кроме того, вегетативно-трофическая иннервация также в данном случае повреждается, ну и что характерным является, если мы посмотрим учебник топической диагностики по неврологии, вот такие расстройства чувствительности, если мы говорим о чувствительных проявлениях по типу перчаток и носков. Кроме того, если проявления достаточно выраженные и связаны с вовлечением безмейлиновых тонких волокон, то в подобного рода ситуациях на первый план выходят симптомы раздражения чувствительных волокон, и это болевой синдром, который нередко служит причиной того, что требуется какая-то корректировка основной схемы лечения, либо использование активных нейротропных схем медикаментозной терапии. По данным литературы, помимо использования цитостатиков по встречаемости, не достигая 10% популяционных исследований разных сроков публикации. Когда мы говорим о периферической нервной системе, то, безусловно, необходимо упомянуть, что есть афферентная и эфферентная периферическая импульсация. Это разная модальность импульсации. Одна из них обеспечивает активный массивный поток чувствительности, и это поверхностная чувствительность, и это другой тип чувствительности, глубокая чувствительность, которая не только связана с изменением восприятия и тактильной чувствительности, но это также вызывает возникновение неустойчивости, так называемого варианта сенситивной атаксии. Если мы говорим о функции движения, то те участки, которые находятся в периферических отделах, дистальные отделы рук и ног, это отростки, осевые отростки или аксоны, тела которых, нейронов, располагаются в переднем роге спинного мозга. Есть корковое представительство, это центральный нейрон. О нем я чуть-чуть скажу в следующем сообщении, но тем не менее вот эти удаленные отростки, их протяженность составляет, если мы говорим об иннервации стопы или об иннервации кисти, она достигает чуть меньше метра. И, собственно говоря, это накладывает уязвимость этих отделов, этих участков при воздействии какого-то патологического фактора, системного характера, здесь метаболические расстройства, например, сахарный диабет, либо использование цитостатиков в онкологии. А вот когда мы говорим о центральном, то это возникновение той самой спастичности повышенного мышечного тонуса, о которой я чуть-чуть подробнее расскажу в следующем сообщении. Большинство периферических нервов так или иначе являются смешанными. У нас есть преимущественные волокна, преимущественные периферические нервы, которые обеспечивают в большей степени функцию моторную, но, как правило, есть в составе этих волокон, поэтому мы видим, конечно, клинические вовлечения двигательное и чувствительное расстройство. И я уже сказал, что имеется уязвимость при системном воздействии патологического фактора на те волокна, которые имеют большую длину. Шифруется по МКБ 10-го пересмотра. Ну вот здесь представлены те шифры, которые чаще всего мы используем в рамках амбулаторного приема либо консультативной деятельности по отделениям, не только отделения, которые занимаются лечением цитостатиками. И одно из проявлений нейротоксичности, я покажу в заключении своего выступления, покажу слайд, в котором помимо цитостатиков имеются лекарственные препараты, обладающие тоже нейротропным действием, вызывают возникновение лекарственно индуцированных полинаэропатий. Ну вот две наиболее часто используемые рубрификации по МКБ 10. Что такое нейротоксичность? Когда мы говорим о лекарственно индуцированной онкологии, то мы, конечно же, неизбежно в поле зрения у нас находится такое проявление сопутствующей или побочной действия цитостатиков нейротоксичности. Она считается одним из самых специфических системных осложнений любой, подчеркиваю, любой противоопухолевой терапии. Кроме того, качество жизни – одна сторона. Ну вот, по степени значимости они могут быть различны. Конечно, если у больного возникают интенсивные боли, мешающие ему спать, мешающие, существенно влияющие на жизнедеятельность, то это, конечно, превращается в достаточно важную, существенную проблему, требующую лечения. Кроме того, факт нейротоксичности периферической, либо центральной, и не менее актуальным является, конечно, периферическая нейротоксичность – это корректировка. Длительность, схема интенсивности основной схемы лечения. Кроме того, тяжелое осложнение. Центральная нейротоксичность – известный фактор, что есть достаточно грозное осложнение. Модифицирование дозы, отсрочки следующих циклов химиотерапии. При этом полностью предотвратить нейропатию по данным литературы нельзя, но, возможно, уменьшить ее проявление и эффективно устранять имеющиеся симптомы. По степени тяжести. В классификацию степени тяжести заложены клинические проявления раз, а с другой стороны, если мы посмотрим на эти критерии, к какой степени тяжести мы отнесем, то те или иные проявления, конечно же, мы увидим тактику ведения в последующем этого пациента. Конечно, при высоких степенях вовлечения и поражения нейротоксического характера, конечно, нам требуется модификация, корректировка, а в выраженных случаях, конечно, прекращение основного лечения. Цитостатики. Так или иначе, когда мы говорим о лекарственно индуцированной поражении периферической нервной системы, это причина возникновения периферической нейропатии при противопухолевом лечении. При этом на сегодняшний день количество препаратов, которые используются достаточно большое, увеличиваются ежедневно, ежемесячно увеличиваются режимы использования, режимы применения, но при этом различные виды токсичности, которые имеются у пациентов при использовании химиотерапии как вида противопухолевого лечения, при этом разные механизмы вовлечения периферической нервной системы, это и прямое повреждение отдельных нейронов, так называемое нейротоксическое действие, а также преимущественное поражение внутриклещенных структур, в частности, белково-синтетическая, медиаторная функция либо анти-медиаторное, антирецепторное действие при использовании некоторых препаратов. Механизм действия представлен в этом слайде, есть прямое повреждение, о котором я уже говорил, различные препараты, различные классы препаратов, опосредованное через дисметаболические сосудистые расстройства и сопутствующие неврологические и психосоматические заболевания, а также интеркурентные инфекционные поражения, возникновение такого побочного проявления, как милосупрессия. Возможно, нарушения, которые не связаны с применением цитостатиков, а обусловлены местными проявлениями опухолевого процесса, в частности, инвазирование в опухолевый узел, нервные волокна, либо метастатическое поражение, либо паранопластический синдром. По данным литературы, паранопластические поражения периферической нервной системы составляют очень небольшое количество случаев. Но, тем не менее, это также является актуальным. Ну и, безусловно, важной является ситуация учитывать ее, когда возникает влияние всех перечисленных факторов. Высокий риск. Опять-таки, существует концепция высокого риска возникновения полианайропатии. В частности, у пациентов с наследственными, либо приобретенными клинически проявляющимися периферического характера полианайропатии. У пациентов сахарный диабет. Мы заметили по опыту работы нашего института, нашего центра, что пациенты с проявлением сахарного диабета, они являются более уязвимыми по возникновению компрессионно-ишемических и невропатий у пациентов, получающих хирургическое лечение. Достаточно отведенная рука, чуть-чуть больше, чем это в обычном режиме применения хирургии, вызывает возникновение выраженных проявлений плексопатии, требующих активного лечения. Конечно, это в данном случае уязвимость такую обусловливает сахарный диабет. Злоупотребление алкоголем, метаболические системные расстройства, а также ранее применение нейротоксичных препаратов, которые перечислены здесь в этой части слайда. Кроме того, высокий риск по данным литературы указывают источники следующие, что поражение периферической нервной системы при использовании вот такого рода перечисленных на данном слайде режимов назначения, режимов использования цитостатиков. На что бы хотел в следующем обратить внимание. Ну вот, церебральное осложнение, энцефалопатия, различная этиология в сочетании с артериальной гипертензией, ранее получавшей любые препараты, а также токсическое действие на центральную нервную систему, опять-таки алкоголь, опять-таки пациенты более старшего возраста. И хочу обратить внимание, что по использованию пациентов после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения до трех месяцев. Это те сроки, которые целесообразно отсрочить, не использовать препараты цитостатического ряда. По срокам развития во время использования цитостатиков раз, ну и после завершения в различные сроки. Это могут быть сроки там в течение месяца, это могут быть сроки в течение полугода и так далее. При этом по типу течения, опять-таки, можно высказать следующее. Это дистальные поражения, когда имеется нарушение чувствительности, нарушение функции движения в наиболее удаленных руках-нога, дистальные отделы руки-ноги, а также сенсорные. Вот по нашим наблюдениям я покажу одну диаграммку. Выборка буквально за последний короткий промежуток времени, 30 пациентов мы проанализировали, конечно, у них имеются преимущественно сенсорные проявления. И это не только ощущение онемения, это и проявления, которые связаны с другими сенсорными расстройствами. Моторное снижение мышечной силы. Пожалуй, наверное, при длительном имеющемся проявлении, это, наверное, одна из тех ситуаций, которые требуют такого активного наблюдения и применения дифференциальной диагностики. Но вот одна пациентка с детского отделения проводили дифференциальный диагноз с атаксией, поскольку имелась шаткость походки, имелась слабость в ногах, но при этом выявленные нарушения трофики в мышцах голени и стопы, конечно, подтвердили нам клинически то, что мы имеем дело с поражением периферических волокон. Ну и автономная. Вот здесь некая аналогия имеется по тем же клиническим проявлениям и подходам, так как это выглядит у пациентов с сахарным диабетом. Буквально тезис на центральную нейротоксичность, энцефалопатия проявляется реже, чем периферическое поражение. Ну вот в составе синдромов может быть судорожный синдром, могут быть координаторные расстройства, опять-таки дифференциальный диагноз с метастатическим очаговым поражением, либо острое нарушение мозгового кровообращения, нарушение сознания, когда имеются проявления и нет подтверждения по визуализации. Мы имеем возможность на сегодняшний день совершенно чётко понимать о характере процесса, который имеется при внутричерепных, внутримозговых изменениях. Кроме того, вот есть такой специфический феномен прохождения, ощущение прохождения электрического тока от шеи по рукам, по позвоночнику при наклоне головы вперёд, и это связано с иритативным механизмом внутрипозвоночного пространства твёрдомозговой оболочки. Психовегетативное расстройство. Вот здесь имеется психоэффективное расстройство, ну и в ряде случаев имеющие большую выраженность аффективное расстройство. Факторы, которые могут влиять на центральную нейротоксичность, представлены здесь. Я уже немножечко, по-моему, за регламент двигаюсь, поэтому я пролистаю часть слайдов, которые вот именно по нейротоксичности, поскольку у нас готовятся сейчас методические рекомендации по нейротоксичности, высокой степени готовности, как только они будут там доработаны, там буквально один раздел, даже меньше, чем один раздел, и мы сможем предложить вашему вниманию эти методические рекомендации. Ну, так или иначе, клинические проявления чувствительные, невропатическая боль отдельно выделил, и вот для этой категории пациентов очень важно отметить, что нестероидные противовоспалительные препараты не очень актуальны их использованию, потому что они повышают риск разенезанного поражения раз, плюс немножко иной механизм влияния. А вот для невропатической боли как раз-таки высокую эффективность дают антиконвульсанты. Препараты из ряда антиконвульсантов, я вам покажу те схемы, которые на сегодняшний день вот именно на нейротропной терапии актуальны. Двигательно-вегетативные расстройства, периферические ткани, внутренние органы. Ну, в онкологии те лекарственные препараты, которые имеют наибольшую актуальность среди препаратов, вызывающих именно лекарственно-индуцированное проявление. Кроме того, мы столкнулись с достаточно отчетливой проблемой, что есть радиационные поражения. Ну вот, в частности, при лучевой терапии малой таз, опять-таки, сталкиваемся с той проблемой, что имеется невропатического типа боли, к плохо поддающейся лечению анальгетиками, нестероидами, противовоспалительными препаратами, антиконвульсантами. И это, в общем-то, та проблема, которая на сегодняшний день требует такого активного, активной разработки, активного использования, выбора тактики ведения. Ну и об уязвимости я уже говорил на предыдущих слайдах. Методы диагностики, которые вообще используются для верификации процесса, для вовлечения. Понятно, что клиника-аномнестическая взаимосвязь имеет высокую достоверность, высокую актуальность. Электронейромиография. Ну вот, чуть-чуть отличается концепция именно в плане электродиагностики, если мы сравниваем пациентов с диабетической полинойропатией. Там существенно увеличивается, там до 90%, увеличивается выявляемость вот этих пациентов. Мы, когда сопоставляли пациентов, обратившихся с проявлениями подобного рода, мы в меньшей степени получаем какое-то подтверждение или опровержение вот при электромиографическом исследовании, что, в общем, наверное, можно не ставить в главу угла, что вот если у вас есть полинойропатия, то вам обязательно нужно проводить диагностику электрофизиологического исследования. Исследование цереброспинальной жидкости, если мы говорим о центральной нейротоксичности, биопсия нерва, актуально в большей степени на сегодняшний день для системных поражений, для амилоидоза в большей степени, для нейротоксичности лекарственной индуцировки, наверное, чуть-чуть меньше актуально, ну и функциональные пробы, симпатические, фармакологические, физические факторы использования. Ну вот буквально один слайд исследования, которое на 30 пациентах посмотрели, распределение посмотрели по нозологиям, которые мы не делали анализа общей встречаемости среди пациентов, которые находятся у нас на лечении, приходят на консультативный прием. Затем были проанализированы амбулаторно-стационарные пациенты вот из всей выборки, те клинические проявления. Вот совершенно четко мы видим, что преимущество на то, что беспокоит пациента и то, на что обращает внимание лечащий врач, у этого пациента, конечно, это сенсорное проявление либо комбинированной нейропатии. Даже можно сделать оговорку, даже в том случае, когда пациенты не получают каких-то длительных, активных, агрессивных схем противоопухолевой терапии. Вот один слайдик, который я вам обещал продемонстрировать. Другие лекарственные препараты, которые могут приводить к возникновению, к вовлечению периферических волокон. Вообще, по сути дела, периферическая нервная система – это, пожалуй, те структуры, те отделы в нервной системе, которые имеют максимальную устойчивость. Вот спиной мозг, если пытаться создавать экспериментальную ишемию или периферические нервы, это очень сложная модель. Но при этом, если же мы сталкиваемся с подобного рода проявлениями лекарственно-индуцированной, значит, дисметаболический системный фактор, он влияет уже существенно значимо и требует внимания и выбора ведения. Ну, что из лекарственных препаратов, на что бы хотел обратить внимание. Витамины группы В. Вот есть инъекционная таблетированная форма, мы широко используем комбилипин, комбилипин ТАПС. Здесь энтеральная форма, имеется бенфотиамин с высокой биодоступностью, короткий курс инъекционной терапии. Можно в ряде случаев, можно вообще с первых дней начинать лечение с таблетированных форм. Далее, по рекомендациям лечения нейротропного ряда, использования нейротропного ряда, препараты альфа-липоевой кислоты. Обладают антиоксидантной активностью, имеют инъекционную таблетированную форму. Ну вот, хороший эффект, по нашему мнению, мы видим, когда пациенты даже с какими-то невыраженными проявлениями чувствительности получают два месяца таблетированные. В идеале, конечно, если стационар, то нужно вводить инъекционное внутривенное введение на небольшом объеме физраствора, а не меньше, чем двухмесячное использование препаратов альфа-липоевой кислоты позволяет добиться хорошего эффекта. Ну и, наконец, болевой синдром, невропатическая боль. По данным литературы, по рекомендациям, габапентин, 107-я форма, подчеркиваю, что это рецептурный учет, 107-я форма использования, оптимальнее для того, чтобы пациенты чуть-чуть легче переносили и наращивать дозу с постепенным увеличением дозировки. При этом, обращаю внимание, что могут быть максимальные дозировки. В нашем случае, вот из тех данных, которые я представлял, именно болевые проявления имеют минимальную встречаемость, но, тем не менее, это актуально, об этом нужно помнить. Ну и вот такая диаграммка, да, при болевом лечении симптоматической терапии, нейропатической боли – это препараты габапентин, при нейротропном лечении витамины группы В, альфа-липоевая кислота, которая может быть рекомендована этим пациентам при поражении периферической нервной системы. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...